Добрый день! Часто ли мы отказываем окружающим? Отказать другому человеку всегда сложно. И многие из нас не берут на себя обязательства, которые хотели бы избежать. Иногда мы соглашаемся из вежливости, а порой мы просто не знаем, как отказать человеку. Человеческая природа такова, что мы хотим нравиться другим людям, хотим быть добрыми и приятными. Во многих случаях неспособность сказать «нет» может превратиться в проблему, из-за того, что мы забываем о себе и о своих потребностях, одновременно пытаясь не задеть чужих чувств. Если вы боитесь отказывать в большинстве случаев, вы оказываете себе плохую услугу. Вам важно расставить приоритеты. Соглашаясь на все, вы рискуете просто перегореть, так как отказать человеку не обидит его. Вот несколько советов, как сделать это вежливо и тактично. Используйте слово «нет». Не в этот раз. А не «я так не думаю». Я не уверен. Может быть в следующий раз. Слово «нет» обладает невероятной силой. Используйте его, если вы абсолютно и точно уверены в том, что другого ответа быть не может. И не нужно извиняться за свой ответ. Практикуйте говорить слово «нет», пока не почувствуете себя комфортно, произнося его. Используйте решительные, но вежливые варианты. «Я признателен за ваше время, но нет». «Спасибо». «Спасибо, что подумали обо мне, но моя тарелка уже полная». «Нет», «Спасибо». «Не сегодня», «Спасибо». «Не для меня», «Спасибо». «Боюсь, что я не смогу». «Я не сильно интересуюсь йогой, тяжелым роком, компьютерными играми. Но спасибо, что спросили». «Мне не хочется». «Пожалуй, я откажусь». «Не хитрите». «Это касается семьи, друзей и даже вашего начальника. Вы не должны все время придумывать какие-то тщательно продуманные уловки. Просто скажите, что не хотите». «Если вы не хотите идти на мероприятие, потому что у вас была тяжелая неделя, и вы скорее останетесь дома и посмотрите телевизор, так и скажите. Не стоит выдумывать умирающую бабушку, чтобы сделать свое оправдание более приемлемым. «Не продолжайте объяснять». «В некоторых случаях лучше не вдаваться в подробности. Если вы начнете слишком сильно оправдываться, будет казаться, что вы лжете, или это позволит тому, кто просит вас найти обходные пути и заставить вас согласиться. «Не бойтесь сказать дважды». «Некоторые люди не уважают границ других людей или привычки». «Они привыкли, что человек сдается, если спросить еще раз». «Не стоит поддаваться только потому, что кто-то слишком настойчив». «Вежливо улыбнитесь и снова скажите «нет». Причем еще более твердо, чем в первый раз». «Если нужно, скажите «потому что».» Исследования показали, что слово «потому что» заставляет людей соглашаться с вами, даже если причина совершенно абсурдная. Вместо того, чтобы говорить «к сожалению, я не могу организовать встречу», попытайтесь дать причину, чтобы смягчить отказ. «Улыбнитесь и покачайте головой». Вы можете прибегнуть и к этому перед уходом. Это срабатывает в том случае, когда люди на улицах раздают листовки или пытаются заставить вас что-то подписать. Будьте непреклонны. Представьте себе, что вы человек, который контролирует ситуацию. Установите зрительный контакт и говорите четко и ясно. Не стоит бормотать про себя отказ. Это особенно важно, когда вы чувствуете, что вас хотят использовать в своих интересах. Не берите бесплатные образцы. Мы склонны отвечать взаимностью, когда нам что-то дают. Если вы попробовали сыр на дегустации в супермаркете и девушка убеждает вас купить его, вы скорее согласитесь, если бы не начали его пробовать. Если вам скажут спрыгнуть из окна, вы сделаете это? Легко попасть в ловушку фразы «да». Потому что другие тоже говорят «да». Не делайте этого. Напоминайте себе, чего вам это будет стоить. Что вы потеряете, согласившись. Время, деньги, здоровье. Ничего не дается просто так. Доверяйте своей интуиции. Ваша интуиция редко подводит вас. Если вы чувствуете, что что-то не так, прислушайтесь к своим инстинктам и скажите «нет». Предложите альтернативу. Это особенно полезно на работе, когда вы не хотите, чтобы вас считали человеком, который все время отказывает. Если вы слишком заняты, чтобы взяться за какую-то задачу, которую хотели бы выполнить в будущем, то можете сказать «я не могу вам помочь с этим проектом прямо сейчас, но я был бы рад посмотреть на него в следующем месяце, когда буду более свободен». Можно перепоручить кому-то. Если вы хотите отказать кому-то в чем-то, но знаете человека, который бы согласился поделиться этой информацией. Боюсь, что я не смогу помочь вам с организацией праздника, но я знаю, что Анна занимается выпечкой тортов. Может быть, спросите у нее. Однако не стоит использовать это в качестве предлога, чтобы подставить людей, которые вам не нравятся. Иначе вы прославите сволочью. Договаривайтесь. Если вы готовы пойти навстречу, можете попробовать договориться. Это позволит вам принять просьбу, не отказывая напрямую. Вы можете попросить уменьшить количество поручений, попросить больший срок для выполнения работы или разделить работу с кем-то другим. Как отказать в просьбе? Главное, не откладывайте. Нет смысла заставлять человека ждать ответ, если вы знаете, что ответ будет отрицательным. Затягивание с ответом только усугубляет ситуацию. Не говорите «я подумаю над этим», если вообще не собираетесь этого делать. Вы можете поменять свой ответ. Если вы однажды согласились, это не значит, что вы должны всегда это делать. Чаще повторяйте это. Не так страшен черт, как его молюют. Чем больше вы практикуетесь, тем менее пугающим это становится. Начните отказывать всему, что не придает никакой ценности вашей жизни. Как жаль. Когда вы говорите «извините, я не могу», то хотя это смягчает ваш посыл и делает его вежливым, это звучит довольно размыто. Лучше сказать «как жаль, я хотел бы вам помочь, но я уже назначил встречу с другим человеком». Желаю вам удачи. Желание угождать. Мы часто соглашаемся с чем-то, что не имеет первостепенную роль, потому что не хотим, чтобы люди о нас плохо думали. Однако некоторые люди в любом случае будут думать о нас плохо, каким бы вежливым вы бы не были. Потому перестаньте беспокоиться, о чем подумают другие люди, и скажите «наконец нет». Опередите просьбу. Когда вы научитесь отказывать, то начнете заблаговременно говорить «нет» до того, как просьба возникнет. Если вы думаете, что ваш знакомый собирается пригласить вас на свадьбу, сообщите ему, что вы намелен. Избегайте тех, кто постоянно что-то просит. Если вы знаете человека, который постоянно просит деньги, никогда не возвращая их, избегайте его, особенно, когда знаете, что у него как раз такой период. Безобидная ложь. Конечно, в большинстве случаев нужно говорить правду, но иногда приходится быть изобретательным с ответом. Например, если вы знаете, что ваша бабушка будет пытаться уговорить вас съесть ее пирожки, сообщите ей, что врач запретил вам есть мучное, если не хотите ее обидеть. Если бабушка очень настойчивая, вернитесь к самету номер два. Не сейчас. Стоит использовать этот ответ только, если вы точно знаете, что будете рассматривать эту просьбу позже. Например, вы можете сказать, что рассмотрите этот вопрос, когда вернетесь через неделю. Если просьба не является срочной, не бросайте все, а скажите, что возьмете за работу, как только завершите свой проект. Как красиво и грамотно отказать. Дело не в тебе, а во мне. Используйте эту фразу, если чувствуете, что идея, человек, мероприятие больше подходит кому-то другому. Но этот кто-то не вы. Так же вы можете сказать, что вам это не подходит. Дело не во мне, а в тебе. Переверните эту фразу и не бойтесь сказать твердое нет, если вы уверены в этом. Например, если вы вегетарианец и не хотите чуть-чуть попробовать мясо, приготовленное вашей тетей, скажите спасибо, но ты знаешь, что я не ем мясо и никогда не пробую это. Проведите границу, когда нужно. И люди будут уважать ваш выбор. Проявите сочувствие. Иногда все, что нужно, это сопереживание другому человеку. Например, я знаю, что это неприятно, но я не могу. Извини. Вам не нужно все время быть милым. Вам нужно разрешение, чтобы отказать, потому что вы не хотите. Считайте, что вам его уже дали. Изложите свое неудобство. Если друг просит у вас одолжить деньги, скажите что-то вроде «Мне не нравится одолжить деньги». Извини. Как отказать в работе? Я хотел бы помочь тебе. Иногда нужно быть мягче. Я хотел бы помочь тебе с проектом, но я завален работой на этой неделе. Спасибо, но нет. Иногда это все, что нужно сказать. Или можете произнести вышеупомянутую фразу, чтобы смягчить ответ. Таким образом, вы благодарите человека за то, что он к вам обратился, тактично отказывая ему. Используйте мимику и жесты. Покачайте головой, приподнимите брови, а иногда можно и закатить глаза. Используйте язык тела, чтобы продемонстрировать, что вы говорите серьезно, даже когда отказываете вежливо. Выиграйте время. Прибегайте к этому в крайнем случае. Иначе рискуете тем, что вас завалят просьбами позже. Вы просто откладываете неизбежно. Но если вам это поможет, можете произнести. Дайте мне над этим подумать. Я проверю свой график и скажу. Я польщен, но нет. Спасибо. Иногда нужно быть признательным за то, что человек попросил вас о чем-то. Например, вам предложили повышение по работе, но вы не хотели этого. Я действительно не должен. Этот ответ подходит для случаев, когда вы хотели бы сказать да, но считаете, что вам нужно отказать. Например, когда вам делают неожиданный подарок. Когда вы говорите это, человек, скорее всего, ответит, чтобы вы приняли его без всяких сомнений. Ни за что на свете эту фразу нужно использовать с осторожностью. И, возможно, только с друзьями. Я сказал нет. А это работает в случае с детьми или настырными консультантами. Опять же, нужно быть вежливым, но твердым. Это не самый лучший вариант. Это мягкий способ сказать нет. Когда, например, вас спрашивают, подходит ли мне это неоновое платье. Вместо того, чтобы резко отвечать, скажите, что это не самый лучший цвет и стоит примерить синее платье. Нет. Сопровождаемое смехом. Используйте эту фразу осторожно. Например, в случаях, когда кто-то просит поработать вас бесплатно или пытается вас оскорбить. Я знаю, что вы надеялись не на этот ответ. Важно признать чувства другого человека. И такой ответ поможет смягчить отказ. Если вы знаете, что человек ждет от вас того, что вы не можете сделать, скажите нет и произнесите эту фразу. Как тактично отказать? В прошлый раз было прекрасно. Иногда нужно отказать, даже если вы раньше говорили «да». Лучше всего это сделать, подтверждая, что, хотя вам и понравилось в прошлый раз, но в этот раз вы не можете на это пойти. Расставьте приоритеты. Если вам дают работу, на которую у вас нет времени и отказ не принимается, спросите, от чего вам придется отказаться. Звучит интересно. Я бы с радостью это сделал, но это значит, что я не смогу написать отчет к пятнице. Так что вы хотите, чтобы я сделал в первую очередь? Как мило с вашей стороны. Если ваша свекровь или теща хочет устроить вам шумный праздник по поводу дня рождения, а вы предпочитаете просто посидеть с близкими друзьями, будьте признательны, но откажите. Как мило с вашей стороны, но я уже запланировал поход с друзьями в кафе. Станьте менее доступны. Не давайте свой телефон всем подряд, за исключением друзей и семьи. Попросите людей присылать вам сообщения, а не звонить. Уменьшите количество друзей в социальных сетях. Это невозможно. Возможно и невозможно – это волшебные слова. Однако используйте эту фразу уверенно, и вам не придется больше ничего говорить. Какая честь для меня. Например, если вас просили произнести речь на свадьбе или стать крестной матерью, и вы не хотите показаться грубым, используйте эту фразу. Это честно для меня. Но так как я не люблю выступать на публике, я не смогу справиться с этой ролью, как нужно. И боюсь, что подведу вас. Может, вы попросите кого-то другого. Учитесь уважать. Не только окружающих, но и себя самого. Конечно, я говорю о самоуважении, а не самолюбовании. Поэтому ваши отказы должны соответствовать ситуации и не превышать порог необходимого. До свидания. Мир вашему дому. До новых встреч.